Централизованное тестирование продолжится у Гродинской области. 30 червеня прошел черговый испыт по химии. Выказали жадание сдавать в этот предмет 1161 будущий абитуриент. Не заявилось на тест 53 человека. Напереде еще испыты по физике, сусветной и истории Беларуси, а так само географии. Ближайший физика пройдет 2 лепеня. На этот тест абитуриенты, кроме пропуска пашпорта и ручки с черными чарнилами, могут взять калькуляторы, которые не являются пристосованием для передачи и заховывания информации. Что тышится умовоупроведения, во всех корпусах и аудиториях великая увага надается выполнению всех супрацепидемиологических норм. Даже в лекторских аудиториях, в которых пишется централизованное тестирование, которое рассчитано на 200 человек, находится не более 50 человек. А большинство аудиторий – это небольшие аудитории, в которых находится 10-15 человек. При этом много воды. В корпусах находится медик. Абитуриенты находятся на большом расстоянии друг от друга. Они сидят по одному за партой. Для проведения первого этапа уступной кампании в области задеяние на 9 корпусов. У каждого захода ЦТ 106 специалистов Держконтроля. У сего 28 человек. Для проведения и организации испытаний притягнуто каля 500 педагогов с разных установок эдукации. Тягом всей кампании працует хорошая линия на базе комитета Держконтроля, организованная для зворотов, зауваг и пропановок громадян по пытаниях ответной тематики. На сегодняшний день в комитет обратилось 15 человек. Вопросы общего плана, общего порядка. Родители волнуют, есть ли медики в корпусах, хватает ли воды. Задают вопросы по поводу приема и какие документы необходимо подавать в СУЗы и ВУЗы. Волнуют контрольные цифры бюджетных мест. Надо отметить, что в этом году больше вопросов задают по среднеспециальным учебным заведениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова